В ролике, который называется составная рама и линейная распределённая нагрузка решена вот эта задача. Дана рама, состоящая из двух частей соединённой шарнирно. На раму действует линейная распределённая нагрузка. Решение задачи сводится к двум системам уравнения. Одна система и другая система. Одна для xy, другая для xb, yb. Решать эту систему удобнее всего на Мэйпле. Включаем Мэйпл. Вот это окно Мэйпл. Вот это приглашение. Удобнее всего и надёжнее всего начинать с команды restart. Restart. В конце точка с запятой. Это нам гарантирует то, что у нас сотрётся старые какие-то данные, которые мы в предыдущем сессиях этого Мэйпла использовали. И одно решение не наложится на другое. Хорошая привычка. Итак, потом вводим какие-то данные. Ну, данные у нас кул. Это 14. Единицы можно не писать. Хотя есть возможность в Мэйпле, и как в прочем, в Маткаде, работы с единицами измерений. В книжке Очкова Валерия Фёдоровича есть специальный раздел, посвящённый этому. Так, момент у нас 30. Ф у нас 10. Ну, потом синус альфа у нас задан и косинус альфа. На самом деле только косинус, но синус мы сами почитаем. Косинус альфа я обозначил просто коса, как однопеременная. Это 0,8 по условию. А синус альфа, синус а. Так как догадаться, это будет 0,6. Сумма квадратов дает 1. Итак, это данные. Потом вводим уравнения. А как-то надо обозначить, потом ведь надо решать их. Пускай первое уравнение, кое-что на один. Здесь надо ввести вот эту вот неизвестную xa. Как обозначить xa? Это тело вкуса. Ну, например, вот же так, xa маленькая или x в скобках a. Вот так, если нажмём так, вот так будет красиво, как будто индекс. Но если нам особой красоты не требуется, требуется скорость набора, то пишем xa. Вот так удобно. Здесь минус не забудем. знак умноженный звёздочек, умноженный на 2, умноженный на b. Да, кстати, b тоже равно 1. Не забудь написать. Здесь напишем b присвоить 1, а присвоить 1. xb написали. Минус ya умноженное на а минус m. Вот это уравнение получилось. Кстати, система сразу же подставила туда значение 30a. Значение a и b не подставила. Видите, здесь написано a и b, да? Как будто она не знает, что здесь a и b единицы. Это как раз связано с тем, что вот эту строчку-то внесли, но не выполнили. Здесь надо было поставить курсор сюда, нажать enter. Тогда система проглотила бы a и b, чему равно. И нажав сюда, уже получили бы совсем другое выражение. Вот видите, здесь вот нет уже ни a и b, там уже единицы подставлены. Логично, equation 2. Вводим. Здесь минус xa умноженное на b минус ya умноженное на 2 умноженное на а минус m плюс f умноженное на синус альфа. У нас так обозначено син а умноженное на а плюс q умноженное на 2 умноженное на а. Мы q еще не почитали, но мы сейчас задним числом почитаем. Вот, получается такое уравнение. Уравнение содержит еще q, но мы сейчас решим, а потом подставим, чему равно q. Там площадь треугольных надо было ввести. Solve фигурные скобки equation 1, это то, что мы ищем в системе, перечень уравнений фигурных скобок. Потом в фигурных же скобках, то что мы ищем? xa. В данном случае это надо обязательно писать, потому что здесь в переменных в уравнениях есть еще и q. Он подумает, что q надо искать. Вот если бы не было бы этого q, тут можем вот эту скобку бы вообще не писать. Написали equation 2, закрыли, нажали бы Enter, он вот все бы решил. Вот получилось такое немножко странное значение, потому что q-то здесь не подставлено. Мы сейчас подставим задним числом, чему равняется q. q – это площадь треугольника. Значит, у нас q маленькая, умноженная на 3, умноженная на a, и деленная на 2. И чтобы исправить решение, надо либо нажать сюда, тройный высказательный знак, либо вот так по одному нажатию, Enter на каждую такую квадратную левую скобку. Но мы про самую простую сюда нажмем. Получается 26 и 22. У нас как раз такое решение было. Но аналогично мы решим вот эту систему. И так аналогично. Equation давайте напишем для разнообразия equation 3. Хотя можно написать equation 1, тогда старый бы затерлась бы этим equation 3. Пускай будет equation 3. Значит, здесь вот курсор поставим. Минус xb – xb, умноженное на b, плюс yb, умноженное на a, плюс 2, умноженное на f, умноженное на a, умноженное на sin a, sin a, у нас 0,6 уже присвоено, плюс f, умноженное на b, умноженное на cos a, плюс q, умноженное на 3, умноженное на a. Вот, ну, вроде все верно ввели. Вот получилось такое выражение. Equation 4. Equation 4. Последнее уравнение системы. Значит, xb, умноженное на b, плюс yb, умноженное на 2, умноженное на a, минус m. Соблюдаемые регистрики. Если написали бы m маленькая, она не узнала по своей m. Плюс 3, умноженное на f, умноженное на a, a, умноженное на 7a, минус f, умноженное на b, умноженное на cos a, плюс q, умноженное на 4, умноженное на a. Все это готово. Но здесь видим, что в нашей системе, 3-й, 4-й, кроме xb, yb, ничего нет, поэтому можем сокращенно писать solv. Solv. Здесь просто equation 3, запятая equation 4. И она уже знает, что здесь другого нечего искать, и решит она. Получается 34 и 49. Как раз соответствует нашему решению. А как проверку сделать? Проверку, это надо вот эти уравнения составить. Вот эти уравнения составить. xa, xb. Ну попробуем, попытаемся. Конечно, у нас ничего не получится, потому что мы забыли сделать одно действие. Сейчас скажем, какое. Ну как, несколько наивно начинаем. Минус f, умноженное на cos a. По идее должно быть 0. А так же ничего не получится. Получится xb, минус 8 и так далее. Ну конечно, мы и так видим, что у нас там xb было 34, xa 26. Действительно, там удовлетворяется. Но мы хотели бы действительно, чтобы 0 равно 0. Дело в том, что мы решить-то и решили, но переменным не присвоили. Делается следующим образом. То есть xa не стала 26, она равно 26, но переменная xa не присвоила себе вот это значение. Чтобы это выполнить, надо сделать следующее. Ну, какую-нибудь букву, допустим, z, любую. Решение пускай лежит в z. А здесь надо сделать assign z. Аналогично, скопируем для скорости. Аналогично сделаем такое же действие с вторым решением. Assign, пускай, z1. Здесь вот z1, чтобы не было путаницы. Ну и пропустим опять все от начала до конца. Вот если мы здесь нажмем, ничего опять не получится. Как было, так и получится. Надо вот здесь нажать. Вот. 0 равно 0. Все удовлетворяется. Ну и теперь уже можем спокойно написать и второе проверочное уравнение. Вот это уравнение ya плюс yb плюс f умноженное на синус а и плюс q. Должен быть 0 сходу. Ну это у нас все хорошо и ловко так получилось. Сдача, в принципе, решена. Ну, обсудим возможные ошибки. Ну, возможные ошибки такие вот. Вот мы здесь написали m30, а где-нибудь здесь написали, к примеру, m маленькая. Ну все, она бы уже не узнала бы. Нажимаем enter, 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 enter. Вот здесь какая-то m попалась, но видно, здесь такая типичная ошибка. Вернем здесь, пересчитаем все заново. Так, так, так. Часто регистр не соблюдается незаметно. Так вот, напишем все xa, да. И все опять испортится. Вот непонятно xa ищется через какую-то xa. Хуже, когда, значительно хуже, когда вот здесь так напишем правильно, а искать будем не совсем не то. Вот, допустим, здесь будем искать вот это xa. Тогда она вообще просто замрет. Сейчас выполним его сначала до конца. Enter, 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 enter. И непонятно что, что это такое вроде как замерло. Но это здесь тот самый случай, что регистр чувствительной программы. Но еще очень часто распространенный случай, когда знаком ножны забыть. Ну, это просто очень часто бывает. Кажется, вроде здесь все верно. 2. И вот так вот выполним. Так, 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 так. Ну, во-первых, она сразу подсказала. В данном случае нам повезло. Часто это не видно, когда, наоборот, ну, например, a2. Вот, если напишем здесь умноженное на 2, да? На 2. Все будет правильно. Все решение, все верно. А если здесь пропустим знак, то a2-то этой ошибкой не будет. Это просто некая переменная a2. Вот. Ну и непонятно, откуда взявшись. То есть, переменная и решение не получается. В общем, надо внимательно решать. И все, конечно, получится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...